В Одессе 14 человек пострадали вследствие ракетной атаки Российской Федерации. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кейпер. Накануне вечером российские оккупанты снова ударили по городу баллистическими ракетами. Повреждены складские помещения новой почты. В соседних домах выбиты окна. Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны. Об этом написала посол США Бридж Бринг в соцсети X, ранее известный как Твиттер. Дипломат отметила, что очередной обстрел Одессы баллистическими ракетами подчеркивает важность усиления противовоздушной обороны, поскольку это улучшит способность Украины защитить себя от российских атак. Украина готовится подписать семь новых двусторонних соглашений в сфере безопасности. Об этом в своем вечернем обращении рассказал Владимир Зеленский. Подробнее в прямой речь президента. Божаю здоровья, шановные украинцы. Желаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Сегодня день, посвященный нашей международной работе. Тем результатам, которые нужны Украине в мае и июне. Мы готовим еще семь новых документов по безопасности для нашего государства. Двусторонних соглашений о безопасности. В частности, соглашения о безопасности с Соединенными Штатами. Оружие, финансы, политическое взаимодействие. Сегодня работал с командой по конкретным деталям этих документов. И по некоторым из них уже есть предварительный текст соглашений. Каждая из них поддержит нас и в этом году, и в последующие годы. Архитектура безопасности на время до вступления в НАТО. Наполняем драфты соглашений более сильными возможностями для Украины и для нашей совместной с партнерами безопасности. Понятно, что особый приоритет – все, что даст больше защиты от российского террора. Второе – европейское направление. Как и на каждом предыдущем этапе интеграции с Евросоюзом, многое зависит именно от нашей активности. Украина уже полностью реализовала свою часть обязательств, чтобы в этом июне фактически начать переговоры по вступлению. Работаем, чтобы не было задержек или недоразумений со стороны Евросоюза. Все детали, все шаги, все аспекты коммуникации готовим вместе с командой наших международников. И я благодарю каждого и каждую, кто помогает. В этом году должны удержать ситуацию и достичь новых целей в каждом из стратегических направлений. Евросоюз – фактический старт переговоров, наше сближение – это одно из таких направлений. И, конечно, глобальный саммит мира, первый такой саммит, способный начать реальное движение к справедливому миру. Готовим этот саммит и такое движение вместе со швейцарской стороной. Сегодня согласовали финальные штрихи, а также максимально активно работаем для того, чтобы на саммите было как можно больше лидеров и стран. Это принципиально. Мир может остановить любого агрессора. Если будет действовать в единстве и по правилам большинства, ни одна агрессия не выдержит действительно глобального давления. И мы все вместе должны принудить Россию к миру. В ближайшие недели будет много, в том числе и непубличной, работы с партнерами, чтобы саммит был действительно наполненным. И еще кое-что за этот день. Провел несколько кадровых изменений в службе безопасности Украины. Также сегодня хочу поблагодарить 9-й департамент ГУР. Ваша точность вдохновляет. И наша национальная гвардия, все, кто на передовой, все, кто вместе с другими элементами сил обороны и безопасности Украины, с честью выполняют боевые задания. Спасибо. А особенно 3-й и 4-й бригадам оперативного назначения, воинам Центра спецназначения Омега, 5-му отдельному штурмовому отряду и 6-му отдельному отряду. Спасибо всем, кто сражается ради Украины, кто усиливает Украину и кто помогает Украине приближать восстановление справедливости, справедливости и мира. Слава Украине! Героям слава! Переговоры между Украиной и США о гарантиях безопасности продолжаются. Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, Киев уточняет свои потребности. В то же время Кирби подчеркивает, что Украина будет нуждаться в гарантиях безопасности, независимо от того, как и когда закончится война. Поскольку длинная граница с Российской Федерацией станется. И Соединенные Штаты будут продолжать свою поддержку Украины. Украина заслуживает приглашения в НАТО. Саммит в Вашингтоне может стать моментом силы для альянса, заявил глава украинского государства Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Янсом Столтенбергом. Украина станет членом Североатлантического альянса, заверил Столтенберг. Но когда именно спрогнозировать сложно, отметил он, как Киев выстраивает архитектуру безопасности на период до вступления в НАТО и какие гарантии планирует получить от Вашингтона, нам расскажет Валерия Никипелова. Работаем над конкретным текстом, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Киев и Вашингтон финализируют двустороннее соглашение по безопасности. Цель наша в том, чтобы сделать это соглашение сильнейшим из всех. Обсуждаются конкретные основы нашей безопасности и взаимодействия. Работаем и над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки на этот год и на следующие 10 лет. Это и вооруженная поддержка, и финансово, и политическое. И то, что касается совместного производства оружия. Соглашение должно быть действительно образцовым. Украина станет членом НАТО, заверил генеральный секретарь альянса Янс Столтенберг во время визита в Украину. Но получить официальное приглашение уже на июльском саммите шансов немного. Поэтому соглашения о безопасности с Соединенными Штатами, как и с другими союзниками, призваны действовать в переходный период до вступления Украины в НАТО. Именно членство Украины в этой организации, в этом оборонном альянсе, является лучшей гарантией безопасности Украины. Насколько я понимаю, на сегодня речь идет о том, чтобы заключить международное двустороннее соглашение с Соединенными Штатами, по поводу гарантии безопасности на период до того момента, когда Украина станет полноправным членом НАТО. Соглашение между Киевом и Вашингтоном будет действовать 10 лет. Это значит, что Украина от США будет получать средства, вооружение и разведданные на протяжении конкретно определенного и достаточно длительного периода времени. Нас интересует, главным образом, конечный результат. Нас интересует такой объем помощи и предоставление ее систематически, для того, чтобы можно было на нее рассчитывать, чтобы, скажем, это предоставление помощи носило не эпизодический характер, а чтобы в зависимости от необходимости укрепления безопасности Украины, в зависимости от тех угроз, которые существуют и которые будут, к сожалению, возникать в будущем, чтобы мы могли твердо рассчитывать на помощь Соединенных Штатов. Действия соглашений, уже подписанных Украиной и ее странными партнерами, стороны могут прекратить в любое время. Для этого нужно только письменно уведомить о своем решении за шесть месяцев. Но такое развитие событий аналитики называют маловероятным. Такие гарантии или такую помощь в сфере безопасности, которую может оказать США, никакая другая страна в мире оказать не может. По объему помощи финансовой, вооружениями, дипломатической помощи и разведывательной, и прочей, Америка превосходит любую другую страну мира или даже нескольких других великих держав вместе взятых. Поэтому другого выбора у нас нет, кроме как в том числе искать какие-то форматы, договариваться о поддержке нашей в сфере безопасности со стороны США. Первое соглашение в сфере безопасности Украина заключила в середине января 2024 года с Великобританией, месяцем позже с Германией и Францией. Потом были Канада, Италия, Дания, Финляндия, Нидерланды. С рядом государств Украина работает над проектами соглашений. 24 апреля стартовали переговоры с Португалией. И продолжение следует. Сенат Соединенных Штатов Америки единогласно проголосовал за принятие закона о запрете импорта обогащенного урана из России. Документ направили на подпись президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена, и он вступит в силу через 90 дней после подписания. До января 2028 года допускается некоторое отступление от закона. В случае, если не будет других источников поставок, Минэнерго Соединенных Штатов сможет выдавать разрешение на импорт обогащенного урана из Российской Федерации. А срок действия этого закона истекает в конце 2040 года. В Конгрессе США заявили, что у американской армии в избытке кассетные бомбы. Законодатель от Республиканской партии Джо Уилсон на слушаниях в Палате представителей Соединенных Штатов Америки заявил, что эти боеприпасы нужно передать Украине. Конгрессмен выразил надежду, что бомбы как можно скорее поступят в распоряжение ВСУ. Российские захватчики начали принудительное выселение жителей трех населенных пунктов временно оккупированного левобережья Херсонской области, Голой пристани, Каханов и Гладковки. Об этом сообщает Украинский центр национального сопротивления. Жители на время размещают специально переполненные помещения с плохими условиями, чтобы продолжать агитировать людей к переезду в Россию. Мужчин, в свою очередь, побуждает к постановке на военный учет с последующей мобилизацией в ряды оккупационных войск. По информации от местного подполья, российская оккупационная администрация проводит принудительное выселение жителей Голой пристани, Каханов и Гладковки. Окупанты проводят вывоз населения в отобранных у школ и автотранспортных предприятий автобусах. Населению они запрещают забирать с собой какие-либо габаритные вещи, разрешают только ручную кладь. Таким образом, они высвобождают дома и квартиры для размещения российских оккупантов, работников российских администраций и россиян, желающих переехать в определенные населенные пункты. Из сообщения Центра национального сопротивления. Беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод в ночь на 1 мая. Об этом заявил губернатор региона Павел Молков. На НПЗ возник пожар. Местные жители сообщают, что сначала слышали гул, затем прогремело два взрыва. Отмечу, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в структуру Роснефти. Большая часть продукта ведет на экспорт. Также власти Воронежской области сообщили об ударе БПЛА. По данным украинских СМИ, российские НПЗ атаковали дроны Главного управления разведки Украины. ГУР официально не подтвердили и не опровергли причастность к атаке.